Девушки отдыхают Ближайшую вершину уж точно будем покорять И может быть инструктора, опять же мастера, именитые маэстры прочтения Они бы не стали себя вот так вот мучить Да и тебя, наверное, тоже с озерцанием главного меню уже в третий раз подряд Но сам понимаешь, что мы с тобой новоприбывшие этого дела Поэтому, может быть, это неправильно, но мне хочется здесь начать И все дело потому, что, дружище, совсем недавно Вот буквально в прошлой серии я тебе рассказывал о том, какие теплые воспоминания у меня вызывают эти вкладыши И совсем чуть-чуть, укратко вспомнил про монетки Я не нумизмат, конечно же Но ты знаешь что? Мне кажется, что некоторые мысли, если ты их скажешь вслух, они могут осуществиться вот так вот просто по мгновению ока Совершенно случайно, дело все в том, что, да, я нашел совсем недавно Вот те самые монеты, о которых я тебе рассказывал С которыми я игрался в свое время, точно так же, как и со вкладышами Было дело, было И, блин, ты только посмотри на вот эту вот советскую монетку Я бы даже сказал, наверное, юбилейную, что ли Потому что я, черт возьми, точно такую же недавно держал в руках Это удивительно Я не знаю, откуда они у нас сохранились Как вообще так вот вышло, что я просто вот взял, их нашел случайным образом И разглядывал Действительно, там были и советских времен монеты, и времен ГКЧП Даже, на самом деле, начало века У меня есть, по-моему, серебряные полтинники 26-го года Да что там 26-го года? Я находил монетки парочку Начало, вообще начало 20-го века и конца 19-го То есть, действительно, монетки 1898-го года И вот, знаешь что? Глядя на них, я вот так задумывался Как вообще так случилось, что они у нас сохранились? Как они к нам попали? Ведь если задуматься, какая судьба у каждого вот этого вот денежного знака Через сколько рук, через сколько судеб она прошла Становится даже немножечко страшновато Но, тем не менее Ладно, друзья мои Я думаю, нам пора двигаться дальше Что же У нас выбор, друзья Давайте же его сделаем Хотя я уже его лично сделал заранее Но Всему свое время Поехали, друзья Нас ожидает Химицу Или же прогулка по школе Ну и на самом деле Сейчас, я думаю, самое время Поделиться своим мнением, впечатлением Вообще просто мыслями о персонажах Потому что в прошлый раз, как ты помнишь У нас была прям такая стрессовая ситуация Когда нужно было что-то делать У нас в прошлый раз была конфронтация С хулиганами местными Вот этими вот Ребятами с наворотами панковскими Ну ладно, не панковскими, но рок-н-роллями Уж точно Как его там называл? Джелли Фолс или что-то такое, да? Да, в общем-то В прошлый раз мы проявили Человечность Такую, не знаю, порядочность И спасли Ивамуру от задираний Хотя, я не знаю Может быть действительно От нее бы отстали Но ты знаешь По-разному бывает Иногда Вот если человеку не дашь отпор Он так и будет продолжать тебе цепляться А иногда Бывает наоборот Они начинают озлабливаться И просто за тобой охоту Начинают открывать Ну, если, конечно Чувствовать, что как бы Могут что-то сделать Ну, мы ребятам показали Что численность И вот такие вот понты Это далеко не всегда Решение ситуации А вот Познакомились мы в прошлый раз С Ивамурой И Элли И с работягой Кёски Не знаю Мне хочется его называть работягом Хотя на него смотрю И прям Ну, парень работяга Вот точно Я хочу тебе сказать Вот что Наверное, пойду на обед с Химицу Просто потому что Ну, это, получается Единственный человек Для нас такой Особенно близкий здесь Потому что мы даже За полгода Особенно и не узнали Своих Одноклассников Да Как-то это Грустно С одной стороны А с другой стороны Бывает и такое Наверное Когда ты сильно погружен Вот Вот этот В учебу Вот в эту Атмосферу Школьную Но Правда Мне Вот что странно Дело все в том Что У меня всегда Вот такие вот Это азиатские страны Япония Там И подобного Планная страна В общем-то Они Ассоциировались С коллективностью И тем не менее Тут получается Как бы Ты везде должен быть Именно в коллективе Ты должен быть В обществе А вот В школе А вот в школе Почему-то Выходит так Что ты Взаимодействуя С коллективом Ты не знаешь Людей Ты вот Получается Даже смотри По партам Один Как бы Отличаешься от всех Ты Культивируешь в себе Какие-то ценности Именно западного Сообщества Потому что Там В основном Парты На одного человека У тебя нету Товарища С которым Ты сидишь И делишь Все трудности Школьные Скамьи Вот это странно На самом деле Мне кажется Что Какие-то части Философии Вот этого Коллективной Жизни Они здесь Получается Разбиваются То есть Ты что ли Трудности Должен в одиночку Преодолевать И не рассчитывать На общество Но отдавать Все Все Как бы На благо Этого самого Сообщества И оно тебе Получается Не как В ответ Не помогает Что ли Это хищническая Натура Или может быть Просто неправильно Это понимаю Ладно Я на самом деле Съехал с темы А я пойду На обед с химицу Потому что Ну это как-то Неправильно Слушай Это единственный Наш родной На данный момент Человек И С которым Мы знакомы С детства Как-то Пойти В данном случае Тем более Мы вроде бы Обещали Пойти Просто Болтаться По школе Выбор Либо С человеком Провести Приятное Время Либо Просто Болтаться Не знаю Гонять Мяч По классам По коридорам И еще Что-нибудь Делать Хотя Может быть Мы конечно Кого-нибудь Встретили бы Нового Потому что Это же Новая возможность Если кто-то Познакомится Но нет Я Не хочу Не хочу Так поступать Давайте Лучше Пойдем Встретимся С этим Солнечным Человеком По-настоящему Солнечным От нее Энергия Позитивная Идет Я на нее Смотрю И Вспоминаю Одну свою подругу Детство Слушай Действительно Потому что Я не знаю Видимо У этих всех людей У всех людей Подобного типа Вот такая Атмосфера Какая-то радость Ты на них смотришь И тебе становится Теплее на душе Давайте согреемся Ведь действительно Может быть Что мы договорились А я просто забыл Вот Может быть Слушать болтовник Керске Совершенно не хотелось Да и жевать Черствые булки Из буфета Тоже Ты сам смотри А я с Кимитсу Договорился Ну ладно Ладно Загадочно Протянул он Хм Ишь ты Какой А Прошурумуры Что ли думаешь Иногда просто Встретиться с товарищем Это Ничего не значит Так что Тем более Мы еще с Николаем Не определились Все классы в школе Для меня Выглядели одинаково Смотри Это да Другой класс Но он выглядит Очень похожим На то что было А Это не знаю Класс какой-то Какие-то тут такие Висят Графики что ли Как информатики Что ли Какой-то Я не знаю Какая информатика Даже 87 год На дворе Камон Я даже не знаю Какой-то может быть Класс С одной стороны Тут различные Портреты Как не знаю На литературе Висят С другой стороны Какие-то графики Какобы Математика Это может разделенный Не только потому Что они были Одинаковыми Ну и потому Что я ровным счетом Никого в них Не знал Вот о чем я и говорил Получается полгода Проучился Но так Никого и Не узнал Ни с кем Не познакомился Как-то это Неправильно Что ли Получается Это сообщество Коллективного Не знаю Это грустно даже Что ты Отучился И никого В результате Не нашел Ну у нас Конечно есть Собственно Химицу Пески Хотя знаешь Очень часто Бывает такое Что с возрастом Ты становишься Все более и более Закрытым Замкнутым И тебе не хочется Тебе просто Не нужны новые отношения Новые вот эти Взаимосвязи Потому что Все как бы Одинаково Ты ни от кого Не ждешь Какой-то открытости Какая бывает В юном возрасте Не знаю Как это Жизненно Но печально С другой стороны А вот Меня знали Так что Никто не удивился Что старшеклассник Зашел в класс К второгодкам Привет Мы вроде бы Договаривались Пообедать вместе Ну а вдруг Ну не то чтобы Химица Немного удивилась Сперва Но тут же Улыбнулась И продолжила Хотя Может быть И договаривались Пойдем Вот Ну может И не договаривались Слушай Я как Николай А что-то забыл На самом деле Было ли это Или не было Слушай Напомни А было ли такое Ну В любом случае Теперь договорились Да просто приятно Обрадовать друга Такие люди Такие люди Они восстанавливают Мою веру В человечество Что ли Понимаешь Я могу сказать Лично по себе Что когда ты Подолгу Один остаешься Начинаешь Как-то Дичать Что ли И Такие вот Проявления Человечности Они тебя Удивляют Потому что Ты всех Меряешь По По себе По своей Мерке Ты не ожидаешь Что кому-то Ты нужен Что кому-то Просто приятно Сделать тебе Какое-то благо Может быть То же самое С Николаем Хотя Вроде как У него Как раз таки Химицу Приходит и готовит Он к этому Настолько привык Что уже Не замечает Такого проявления Но Ну так Как-то неправильно Жить по такому Закону Джунгли Все-таки Не все люди Такие отстраненные Кому-то Просто хочется Достать тебе Какое-то Благо Что ли Как-то Может быть Конечно же Тут Хотя Это новеллы Поэтому здесь Естественно Будут какие-то Свои подводные Камни И свои цели Но Мне не хочется Сейчас об этом Думать Просто У меня даже Есть такая История Банальная Совершенно Бытовая Жизнь Я От друга Возвращался И Случайно В новом пальто Оптерся Обокрашенного Дверь И думаю Блин Беда Такая Вообще Такое Несчастье Что ж Теперь Его Схимчистку Что ли Сдавать А еще Что с ним Не Потому что Он очень Конкретно Испачкался Вот Поднялся К другу Просто Попросил Хотя бы Банально Какой-то Плоточек Чтобы Это все Очистить Так Вся семья Вышла Достали Какой-то Швейный Набор И Помогли Просто Как Новенькое Исправить Пальто И Я просто Стоял И Не мог Даже Ничего И сказать Я настолько Это он был Удивлен Поражен Такому Проявлению Добросердечности Вот что На самом деле Меня радует Человечество Все-таки Не все С нами Так плохо Когда у нас Есть такие Люди Ладно Меня опять Понесло Ну Поняли А тем временем Мы вышли В школьный двор И сели на скамейку Посмотри Какая Радостная Блин Это здорово Просто Такой Маленький Приятный Момент Это же здорово Химитсу Достала Два Бенту И С серьезным Выражением Сказала Бенту Это Японский Термин Для Однопорционной Упаковочной Еды Обычной Обеда А нет Она и это конечно Сказала Ну блин Это интересно Я вот этого Не знал Выбирай Но ведь Они одинаковые Ну ты что Шутишь что ли Смотри Один красный Другой синий Наверное тебе нужен Синий Или может красный Ну тот же Ты же Николай Ты же мужик Бери синий Нет Видишь Одно в синем Платочке Другое в красном Да Слушай Что то Что тут Прям вот Чувствуешь Чувствуешь Прям вот Подходим Сейчас Как два Так сказать Как две детальки Как два Таких вот Набора Из одного Конструктора Уверен Что на этом Различие И заканчиваются Ну смотри Один круглый Другой квадратный Ну вот Действительно Они еще и По форме Различаются Ну хорошо Давай синие Вот Кимицу готовила мне Обед каждый день Хотя сама в этом Признается Чего то стесняясь У нее просто всегда Как бы случайно Находилась еще Одна бента Ей богу Как лишний билетик В театре Для понравившейся Девушки Да Представляешь Сколько это вообще Затрат Каждый раз Сносит с собой Вот эти вот Бенту И Видимо Каждый раз Включается Что Второй порции Остается Или может С кем-то еще Ходит Хотя я не думаю Что с кем Скорее всего И на вторая порция Ну да Надеюсь Что это не сильно Калорийный Тогда это бента Подожди А бента Это же получается Не какое-то Определенное блюдо А просто Как Полдник Что Можешь сказать Полдник Но это Не значит Что ты будешь Есть Сэндвич Какой-нибудь Булочки Еще Что-то Держи На самом деле Нет Часто Она заранее Предупреждала Что принесет Бента Просто Такие случаи Как сегодня Все-таки Не переставали Меня удивлять Такс Посмотрим Что нам Сегодня Досталось Я развернул Платочек И открыл Коробку Рис Помидоры Тамагояки О А это Что Тамагояки А что это Такое Это Японский Омлет Обычно Его сворачивают В рулетик И режут На части Звучит Интересно Можно Попробовать Сделать Все время Омлет Омлет А в этот раз Сделаю себе Тамагояки В круг Сверну его И разрежу На части Хотя Я его так Обычно Так и готовлю В общем-то Наверное Как и все Ну получается Что мы Тамагояки Что ли Делаем Угу Дожди-ка А смотри Слушай Ничего себе Для меня Это на самом деле Очень удивительно Потому что Получается Что в коробочке Что ли Принесла Приготовленную еду С собой Как бы Даже в миске Отдельный Что ли Как-то Ну дивно 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 Я бы даже сказал Не дивно Котлета Вот так раз Да Не так давно Мы про борщ И вспоминали А тут котлета Представляешь Значит не зря Недаром Ты говорил Вот хочу борща А жаль Никто не готовит Ну и конечно Без травы Никуда Все это было Украшено Листьями Салата И чем же Обязан Я подцепил Коклету Палочкой Покрутил Перед носом Словно Пытаясь понять Еще ли она Ну тебе же Завтрак Не понравился Да Ну подожди-ка Ты же бента Готовил еще До завтрака Или же Нет Ты что Она рассмеялась Представляешь Пытается даже Так вот угодить Не ну конечно же Понятно Что это все Сумасно Но блин Это прикольно Это приятно Когда так вот Ты Не безразличен Людям Вот о чем Я и говорил То есть Когда есть кто-то Кто тебя ценит И Это как-то Затащает Верую Вообще в людей В принципе Просто решила Добавить Разнообразие Вообще Грех Жаловаться На ее стрипни Учитывая Что все Она делает Это бесплатно Безвозмездно Бескорыстно Буквально Самоотверженно И даже Безнадежная Благодарность Совест не пускал У псов горло И я сказал Спасибо Очень вкусно И извини за то Что я там Наговорил Утром Нормальное Оправдание Все равно Не придумаю Так что И не стоит Извини Недостаточно Ну С другой стороны Бессонница Она знаешь Такая Сволочь Порой Можешь просто На пустом месте Наговорить Столько гадостей Близким людям Или просто Друзьям Хотя понимаешь Что блин Ну не надо Не надо Не нужно Этого тебе Сейчас Но все равно Тебя Как бы Так и тянет Распирает У меня Совсем Недавно Такое было Не мог Заснуть А в результате Потом Весь день Плевался Вообще Всякими Неприятными Словами Ужасно Все В порядке Я Привыкла Блин А вообще К этому Привыкла Кимится Она Засмеялась Теперь Чувствую Себя Еще Хуже Действительно Знаешь Порой Вроде бы Тебе Скажут Какое-то Чтобы Утешить Какое-то Такое Слово Не знаю Извини Или там Просто Какое-то Доброе Слово А тебе От этого Еще Хуже Сталось Потому что Понимаешь Ты себя Как Сволочь Уедешь Я Воткнулся В бенту И принялся Сосредоточенно Есть Все-таки Жалко Ту Девочку Вздохнула Она Что Какую Какое Наваристая Бента Какая Котлетка Тут Знаешь Даже Не до Девочек Не до Размышлений Когда Я ем Я глухо Не Видимо Вот Такая У нас Сейчас Ситуация Такое Проявление Жизненного Николая Кимится Серьезно Посмотрела На Утром У ворот А Ну да Увлеченный Идой Я немного Выпал Из реальности Ты не говорил С ней В классе Да нет Как-то И не о чем Было Я поймался На себе Укоррозийный Взгляд Химицу И продолжил Не Ну серьезно Просто Подойти К ней Сказать Очень жаль Что с тобой Такое Приключилось А Да Кстати Как насчет Того Чтобы поблагодарить За чудесное Спасение Нельзя Так Ей же Тяжело Ну знаешь Как-то незаметно Было Что она Страдает Ну Многие Очень многие Люди Они же тоже Закрыты И они Просто могут Какие-то переживания Внутренние На показ Не выставлять И они Просто копятся И копятся Когда тебе Тоже так Помогают Ты даже Не знаешь Не привык К тому Что тебя Могут Выручить И Как на это Отреагировать До сихо Не все Находят Нужные слова И Просто Удивлять Можно даже Задятся Из-за того Что в такую Ситуацию Попали И Их Таким образом Выручать То есть Они Как будто Слабость Что ли Проявляют Перед другими Как-то Вот это Конечно Тоже Довольно Странно Но Такое Опять же Часто Происходит Просто Она не Показывает Свои Чувства Привыкла Уже Химица Погрустнела А ей Не надо Я ей Не прошу Цветов Медалей Памятных Грамот Простого Спасибо Было бы Достаточно Это Не так Сложно Для Тебя Может Быть То есть Я не прав Не знаю Наконец Химица Улыбнулась В любом Случай Я рада Что ты Помог А сначала Говорил Что не стоит Вмешиваться Ну Знаешь Это Ромки Приличия Местного Этого Менталитета Во Да и знаешь Банально Первый шаг Очень сложно Иногда Сделать Я могу Это сказать Вот хотя бы Банально По Тому Что происходит Сейчас Мне довольно Сложно Было Вкатываться В атмосферу Новел Я не знаю Вкатился Или нет Но первый шаг Он самый Сложный Самый Как будто бы Ты немножечко Что-то в себе Рушишь Или какие-то Новые границы Для себя Открываешь Делаешь Что-то Совершенно Такое Непривычное Несвойственное Тебе Это когда ты К этому Привык И Все вокруг Правильный Поступок Сейчас Хватит Что же Люди Подумают Кстати говоря Мне кажется Что это Как раз То же самое Что и Сейчас Ты ей Говорил Не привык К этому И тоже Как на это Реагировать Хватит Стойте Успокойтесь Что Люди Подумают Что Происходит Вообще К подобному В чем Я относился Гораздо Проще Чем Японцы Но Такие Сисюкования На глазах У всех Это уже Пожалуй Через Чуд Ну Те времена Да Если бы ты Видел Что сейчас Происходит Ты Наверное Так бы Не думал А может Быть И думал Интересно Я Самому Это Не смущает А Что Такого Искренне Удивилась Химитса Ничего Совсем Я Демонстративно Повертел Головой Дав Понять Что Мы Тут Не Одни Да Все В Порядке Она Улыбнулась И начала Заворачивать Опустевшие Коробочки Иногда Я ее Просто Не понимаю Смотри Ко Даже Коробочки Обратно Что Ли Относят То Не как У нас Однодневные Какие Знаешь Такие Пакетики Ты Взял Использовал И выкинул Тут Все Как-то С хозяйственным Таким Подходом Что Ли Я вернулся В класс Буквально За пару минут До звонка О Привет Работяга За моей партой Сидел Киоски И разговаривал С одноклассником О А что Это Ты Ждешь Меня Что Ли Погнаешь Порой Тоже Ждешь Какого-то Друга Не знаешь Где Он Садишь На его Место И Ожидаешь Что Придет Посмотрит Ну Что Тут Происходит Что Ты Сидишь Здесь Чего Ждешь Тебя Жду Ну Что Ромео Как Пообедал Нормально Коротко Ответь Илья Но Почему То Все Таки Взгад Отвел Учебный День Подходил К Концу Уставшие Школьники Уже Считали Минуты Но Оставался Еще Один Урок На перемене Забежала Химица И напомнила Что мы Договорились После школы Сходить с ней В новый Магазин Надо Смотреть Женские Вещички Помню Увлекательное Зрелище Будет Поначалу Я даже Не понял О чем Она Вообще Учитель Тщетно Пытался Производить И к порядку Но на него Мало Кто Обращал Внимание Погоди Погоди На перемене А если на уроке То что-то Как-то Это неправильно А что это такое Шесть дела Учитель Вот так вот Знаешь Бзять книгу Бросить А стол И все Моментально На него Посмотрят Что происходит Вообще Что здесь Творится Почему Такой Шум Да Гам У нас Так Все время Было А у них Как-то Стесняется Что Не понимаю Опять же Проблема Менталитета Нет Многим Здесь Образование И знания Действительно Были Важны Однако Добрая Половина Болтусов Просиживала Штаны На уроках Только ради Престижного Диплома Когда Вся жизнь Расписана На десятилетия Вперед Не надо Волноваться О таких Пустяках Как оценки Или замечания Ну Да Богатенькие Живут Я такой удивлен Как сюда попал Наш Николай Потому что Он Себя Не называет Богатеньким Но Он живет В отдельном доме В Японии В крупном городе Попрошу заметить Это же крупный город Было сказано Об этом Знаешь Что-то тут Не сходится Потому что Насколько я помню В Японии Очень малое место И чтобы кто-то Жил один Еще у него Был внутри сад А у Николая Был свой сад Там можно было Полюбоваться У него там Какой-то сад Камней Может Еще что-то Может Он какой-то Потомок императоров Ты что-то Скрываешь От меня Ах Это странно Потому что У меня какая-то Была книжка Я понимаю Это сейчас Вообще Абсолютно Не в тему Но Такая Какая-то Книжка Где надо было Искать Различных Людей Ну и заодно Как бы ты Географию Местности Изучал Для детей Что-ли В общем Что-то в этом духе Опять же В 90-х Она у меня была И куда-то пропала С тех пор Очень частая история Так вот Там Различные страны Различные Там Типичные города Вот там был Токио И там Я к своему Ужасу обнаружил И удивился Думаю Ни хрена себе Неужели так Все плохо Ну По-моему Да Все так плохо Там В отелях Живут В каких-то Ночуют Извините меня В чертовых Уличиках Или в чем-то Знаешь На центрифугу Похоже Какой-то Маленький Такой Как капсула Что-то Для томографии Или может быть Для стиральных машин И там вот Люди типа спят Вот так вот Потому что Места нет Я Не смотрю Передачи Опять же Там Специально Даже для того Чтобы Не толкались люди Есть На дорогах Второй этаж То есть Между домами Какие-то Действительно Проложены Какие-то такие Настилы И по ним ходят Потому что Банально Чтобы Не было Слишком большого Количества Людей Конкретно на улице Кто-то ходит По второму этажу Чтобы добраться До нужного места А у нас тут Блин Гребанное Какое-то Поместье Но Тем не менее Может Это там Действительно Может Я что-то не знаю Я наверное Что-то не знаю Действительно Но у нас Видишь Тут всякие Такие Золотая молодежь У них все Вперед Рассчитано И зачем Тебе образование Если у тебя Богатенькие родители За тебя уже Все решили Вот И тебе даже Не надо О чем-то Беспокоиться Просто же Видо Развлекайся Конечно Это мерзко Но Такое тоже Очень часто бывает К порядку Повторял учитель К сожалению Накричать На них Он не мог Значит Все-таки Не мог Ладно Если вы не успокойтесь То не узнаете Что у нас в классе Сегодня новенькая В мгновение у окого Царилась тишина Нарушаемая Лишь редкими Перешептываниями Новенькая 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 Посредигонная Интересно А она красивая Меня же Все происходящее Не особенно волновало Я привык Как к постоянному Гол держу А появление Еще одного ученика Меня совершенно не касается Потому что я Со старым Ты не особо знаком Входи Тут же в класс Приглушенно загудел А мне было лень Даже голову поднять Но тут я почувствовал Сильный толчок в спину Эй Я обернулся И посмотрел на Кески Тот сидел Раскрыв рот И кого же нам Такого прислали Что даже эти Зажравшиеся дети Так реагируют Я посмотрел В сторону доски И в классе Поднялся В вихриалах Лепестков сакуры Неужели кто-то Считает это красивым Ну как Почему Господи Это Ну я так и догадывался Это наверное От нее У нас И Письма Наверное Сохранились Да Я говорил Что я в стиме Немножечко Читал про персонажи И Насколько я понимаю Это еще один персонаж Который Нашей девушке Мы расстались Это в прошлом Девушка Николая Наверное как раз от нее У него письма были Именно потому Он когда их уйдет Пришел в негодование Ярость Потому что это Растревожило Какие тут Мысли Чувства Но Подойди-ка Как же мы Как же мы с ней Может быть она Который Уезжала Или что вообще Произошло Почему мы расстались Потому что Мне кажется Что если они Если В школе У тебя какая-то Здесь девушка То это естественно Из твоего класса Или из параллельных А получается Что она Здесь новенькая И Они как бы Незнакомы Что опять же Нисходится Какая-то несостыковочка Буквально в паре метров От меня Стояла Девочка из моих видений Гости из прошлого Меня зовут Кэтрин Винтерс Хотя С некоторыми Я уже знакома Она кинула Класс С быстрым взглядом И не останавливалась Ни на ком конкретном Я рада Что нам Предстоит учиться Вместе Она наручатый Исказила Стандартное Японское Приветствие Кэтрин Винтерс Как официально Для меня Она всегда была Просто Катей Именно с ней Я тогда Смотрел на Патущие Лепестки Сакуи А потом Она уехала Просто уехала Толком Не объяснив Причины Оставив Меня одного Разбилось Сердце Раздавило Мечты Я бы Обязательно Злился И даже Ненавидел Ее Если бы Мог Как это Все Мерзительно Банально И заезжено Словно Попал Во второсортную Сёдзи Мангу О, Сёдзи Манга Японские Комиксы Ориентированы В первую очередь На женскую Аудиторию А подожди Асёнина Это Как раз Таки На мужскую Да 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 Ну давайте Добавьте И вокруг Клицающей Ярких Искорок Намалюйте На фоне Кудряжные Облачка А я Подожду Я уже Привык Очнулся От Этих Наваждений Я протер глаза Больно Ущипнул себя Защику Нет Это Не сон Эй Ник Почему Она Вернулась Ты Что Знаешь Почему Молчал Противно Бубнил Кёстке За спиной А Она Всё-таки Вернулась Понятно Мой мир Ржался До тёмного Туннеля На одном Конце Мрак И я На другом Свет И она Только вот Там меня Вряд ли Ждут Райские Кущи Смотри-ка До сих пор Её любят Получается И не простил И Не понимает Просто Что произошло Как такое Могло Случиться Не знаю Давайте Выясним Это Вместе Тем временем Учитель Показал Кэтрин Её место И она Прошла Мимо Не обратив На меня Никакого Внимания Я Просто Не знал Что Сказать Скачить Посреди урока И заорать Что Ты Здесь Делаешь Одноклассники Тем временем Отошли От шока Она Действительно Была Со Многими Знакома Ибо Раньше Училась В этой Школе Остальные Наверное Просто Не ожидали Увидеть Иностранку Все таки Даже В нашей Школе Их Не так Уж И много Кэнтрин Винтерс Это Получается Англичанка Какая Ну Естественно Что Еще Мороз Катя Мороз Катя Мороз Не знаю Это Слишком Наверное Так вот Фамильярно Ну Умыш Незнакома Меня То Она Вряд Ли Считает За Иностранца Если Вообще Подозревает О Моем Существовании Я Познакомился С Катей В первом Классе Старшей Школы И как-то Так вышло Что мы Стали Встречаться Я И она Кому Расскажи Не поверит Ее мать Так же Как и Мои родители Давно Работала В Японии Время Шло И все Вроде бы У нас Было Нормально А потом Катя Просто Сказала Что мы Не можем Больше Быть Вместе Что-то Про маму Что-то Что Про нее Переводит Я мог Во все Это Поверить Простить Забыть Но Неужели И не Было Хоть Чуточку Болем Ведь Я Не Коллега По Работе С Которым Расстаешься Переводясь В другой Офис Надо Было Еще Устроить Прощальную Вещеринку И запастись Дежурными Подарками Прости И Прощай Холодные Деловые Будничные Вымученные И И После Смотри Смотри Он Не Забыл И Сих Пор Стоит Знаешь Буквально Одной Капельки Упасть В чашу Чтобы Наполнить Чтобы Поднять Бурю Само Настоящего Чувств Вот Оно Как Притом Ну Да Год Назад Насколько Мы Старшей Школе Второй Год Или Третий Нет Это Второй Год Второе Полугодие Ну Да Для Оптимизма Причины Не Нужны Я Смотрел На Еле Ползущую Секундную Стрел Поговорить Я Должен С ней Поговорить И вот Когда Знаешь Такие Решения Надо Принимать Время Растягивается На Нее Смотришь И Кажется Что Целая Вечность Проходит А Может Банально Неслика Секунд Прошло Потому Что Знаешь Все В голове Пролетают Мысли Одна Другую Сменяет И Какое Измененное Что Состояние И Вот Звонок Я Собрался С силами И Она Буквально Пропула Мимо Направляясь К выходу Из Класса Не Успел Не Решился Какая Уже Разница Что Уснул Слова Кески Доносились Откуда-то Издалека Словно Из Другого Мира Ну Что Я И Скажу Привет Давно Не Виделись Как Дела Да И Почему Она Не Подошла Первую Боится Стесняется Нет Глупости Это Все Не Про Катю Значит Просто Не Хочет Изговаривать Я ее знаю Даже Лучше Чем Хотелось Б Кески Отчаянно Тряс Меня За плечо Я что-то Бормотал Но я Не Обращал Внимания Никок Он Да Вот Знаешь Порой Начинаешь Мысли Какие-то Прокручивать Как ты Подойдешь Как ты Что-то Сделаешь Это Думаешь Это Может быть Глупо Это Заезжено Но В данном Случше Надо Просто Брать В руки С себя И И И Делать Первый Шаг Опять же Это Разговор О том Что Он Самый Сложный Тебе Кажется Что Это Невозможно Что Нужно Чтобы Все Было Вот Так Как Ты Себя Представлял Но Жизнь Она Не Такая И Нужно Просто Брать И Это Делать Чтобы Хоть Что-то Получилось Да Может Все Пойти Не Так Как Ты Хотел Изначально Но Обязательно Все Налайз Если Ты Будешь Проявлять Настойчивость И Упорство Никак Он Какой-то Новый Голос Никак Он А Химится Я Поднял Глаза И Посмотрел Куда-то Сквозь Нью Да Теперь Знаешь Как-то Пойдешь С ней И Будешь Думать О том Что Вернулась Катя И Как-то Знаешь Совершенно Спортится И Вечер И Себе И Человеку Который Тебя Беспокоится Блин Прием Земля Вызывает Никак Луна А Где-то Слышал Я уже Это Ну и Как Луна Ответит Да Ответит И тут Я пришел С себя Теперь Я знаю Если Николай Вдруг О чем-то Задуматься Она Скажет Прием Земля Вызывает Николая Да Что Такое Опять Забыл Ну Она Смешно Надула Губки Я Так И Знала Поэтому Решила За тобой Зайти Что Она От Меня Хочет Зайти За Мной Зачем Зачем За Мною Сходить Ах Да Да Мы О чем-то Договаривались О чем О чем Да Какая Сейчас Это Разница Кэтрин Ушла И с Каждой Секунды Она Удаляется От Меня Все Дальше И Дальше Может Сейчас Нас Разделяет Расстояние Куда Больше Чем Тысячи Километров Тихого Океана Однако Я Просто Не знал Что И Сказать Так Как Давно Уже Втайне Надеялся Смирился Отпустите Жить Дальше Теперь Это Да Знаешь Как Говорится Приходи Не бойся Уходи Не плач Что Нужно Отпростить И Забыть И Отпустить Значит Ты Не Забыл И Не Отпустил Если Бо Если Бо Ты Действительно Не было бы Такого Урагана Чувств Но Необходимо Было Что-то Решать Если Бежать За Ней То Сейчас И Можно Побежать За Кэтрин Или Ничего Не Делать Ха Ты Знаешь Что Наверное На этом То И Нужно Закончить Нашу Сегодняшнюю Серию Да На этот Раз Я Выбор Еще Не Сделал Свой Внутренний У У Нас Получается Такая Традиция Складывается Что В прошлый Раз У нас Был Выбор Что В позапрошлую По Большому Счету Остановились Выбора И Теперь Тоже Развилка Знаешь Об этом Надо Поразмыслить И На самом Интересном Месте Я Предлагаю Завершить Наш Сегодняшний Выпуск Обязательно Заходи Дальше Будет Много Всего Интересного И Я Оставлю Вот эту Интригу Побежим Мы за Кэтрин Или Ничего Не будем Делать Или Мы Останемся Здесь Или Побежим За Кэтрин Это Все Ты Знаешь Следующей Главе Вот Так Вот Всегда Вот Всегда Так Вот Я Помню Читал Самые Первые Когда Книги Читал Мне Всегда Вмораживало Считаешь Главу Про Одного Персонажа Самое Интересное Начинается И Тут Пах Следующая Глава Совершенно Про Другого Человека И Блин Как Ты Так Опускаешься Думаешь Ну Что Ж Так И Там Тебя Тоже Берут В Ворот И Точно Так Же Ситуация Повторяется Поступлю Как Я Как Именитые Писатели Закончу Главу И Сегодняшнюю Серию Вот Так На Этом Моменте Так Что Дружище Ненавидь Меня Просто Прозирай Говорю А Ненавижу Почему Ты Так Сделал Вот Сделаю Все Приходи И Узнаешь Какое Решение Мы С Николаем Примем В Следующий Раз Удачи Тебе Дружище До Новых Встреч И Пока Продолжение следует